Здесь было так холодно. Тоже новые светильники. Все новые. Здесь все новые. Практически кроме камня стен. Срок выполнить нельзя. Перенести. Где поставить запятую в этой фразе? Этот вопрос обсуждался накануне в Струнино. Туда с официальным визитом приехал губернатор Владимир Сипягин. О самом, пожалуй, громком ремонте последних месяцев отчитываются областные чиновники. По их словам, капитальный ремонт почти всех объектов уже завершен. Но вместе с тем, часть работ вынуждена перенести на следующий год. Вина за срыв сроков, по мнению нового губернатора, лежит на команде. Светлана Орловой. По моему поручению был проведен аудит распределительных документов прежней администрации области. В ходе проверки было установлено, что протокол от 9 июня, касающийся выполнения поручения президента по организации здравоохранения в Струне, не в полной мере соотносится с поручением главы государства. Если сравнить два документа, это так и есть. За моей подписью в Минздрав было направлено соответствующее письмо. По словам чиновников, слухи о срыве поручений президента в плане переоснащения лечебного заведения сильно преувеличены. В некоторых корпусах уже установили современное медоборудование, а в целом оснастить медгородок планируют в следующем году. Оборудование сейчас уже поставлено в детскую поликлинику, частично распаковано и ведется монтаж. На закупку оборудования в больничном городке выделено 44 млн 214 тысяч рублей. До конца 2018 года все контракты будут заключены. Идет процесс поставки оборудования. Но некоторые жители все равно недовольны. Уверяют Струнина, процветают финансовые махинации. Об экономических преступлениях твердит та же инициативная группа, что указала президенту в ходе горячей линии на закрытие медгородка. Теперь у людей претензии к новой администрации области. Действия департамента здравоохранения Владимирской области прослеживаются экономической вплоть до уголовного преступления. Я хочу еще раз обратить внимание, Владимир Владимирович, что вас подставляют ваши же ближайшие соратники. А у соратников информация другая. По словам в Рио губернатора по социальной политике, Минздрав России не нашел каких-либо нарушений. Если есть какие-то нарушения, значит соответствующие компетентные органы проведут проверку. И у них тоже имеется и ваше обращение, поэтому работы все ведутся под пристальным прицелом. А вот факт покупки лекарств пациентами за свои деньги, по словам руководителя территориального органа Росздравнадзора региона, нашел свое подтверждение. Причем протоколы об административных правонарушениях были составлены как в отношении нынешнего, так и прежнего руководства лечебного заведения. В общей сложности штрафные санкции коснулись, по-моему, около полмиллиона рублей. По всем этим проверкам были выданы предписания об устранении военных нарушений. В следующем году Струнинский вопрос будет окончательно решен, обещают чиновники. Но что делать с отсутствием узких специалистов в больнице Струнина? Этот вопрос местные жители адресовали Владимиру Сипягину. Глава региона заявил, что решить этот вопрос можно будет в перспективе. Путем создания на Владимирской земле медицинского вуза. По его словам, это способно удержать молодых докторов от переезда в другие регионы. И это, пожалуй, одно из первых предложений новой администрации, которая носит не частный, а системный характер в области здравоохранения. Алексей Домин, Александр Мажаров, Шестой канал.